Значит, три тайны века очередные мы с вами раскроем. Первое. Почему вреден СССР? Что на самом деле означает места силы и пресловутые круги на полях? Ну и немножко о химтрейлах, да? Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 10 часов 47 минут, 16-е, 10-е, 2016 года. В данном ролике я постараюсь засветить три, на мой взгляд, интересные темы из разряда откроем с вами новую тайну. Перед тем, как я их буду озвучивать, открытие, хочу очередной раз обратить ваше внимание на МКС. Там в комментариях писали, если вы говорите, что МКС не существует, то почему вы его показываете? Ну, МКС в кавычках. Но если я напишу, что это фиктивная станция для одурманивания населения нашей ячейки, это очень долго. Поэтому аббревиатура МКС. МКС мы как-то симулируем, да? Или присылайте варианты своей расшифровки. Мы куда-то слетели, да? Ну, что мы видим в кадре? Ну, полет идет, точнее запись, это 31 августа этого года. И ребята никак не могут закрыть люк. Ну, по тем законам космическим, которые нам навязали, это против всех законов космических. Полтора месяца с открытым люком быть. Так и хочется сказать. Закройте, космонавты, рот, а то гланды простудите. Ужас. Да и одежда сама, вы видите, вообще забавная. В шерстяных носках в космосе гулять, это, конечно, милое дело. На босу ногу. Да и вообще сам аппарат, он бы того космоса, который нам навязывает, он бы не выдержал бы тряпочки, болтики какие-то. Никакой герметичности. Космос есть, но он другой, он за куполом. Это более плотный, назовем по нашим меркам, океан. Только может выдерживать шарообразные объекты. Значит, три тайны века очередные мы с вами раскроем. Первое. Почему вреден СССР? Что на самом деле означает места силы и пресловутые круги на полях? Ну и немножко о хемтрейлах, да? Значит, как-то мне в комментарии довольно-таки для многих людей известный человек оставил ссылку на ютубе на свой канал. Это Александр Шмидт. Если бы он не оставил бы эту ссылку, я бы более воинственнее был настроен на этого человека. Но я понимаю, что он будет слушать. И скажу вам, Александр, я вас разочарую. Вячеслав не на стороне ни одного СССР, ни другого. То есть не на стороне СССР Тараскина, не на стороне СССР Шмидта. Вячеслав Котляров, как обычно, на стороне истины. Ибо это был бы уже не я. Значит, история повторяется. Я бы хотел ввести классическую схему, озвучить. Знаете, темные они всегда создают, как в политике, в кавычках, так и в бизнесе, две группировки. Кстати, кто первый попадает на мой канал, ухо режет, что я там помню, так называемая страна. Я вообще так все страны называю. Так называемая Канада, Германия и так далее. И я, если бы территориально не находился бы там, где я нахожусь, уверяю, я бы еще много подбирал бы крепких не слов, а крепких таких выражений на злобу дня. Но многие понимают, что мне хоть как-то надо даже те знания, которые я озвучил, вещать и закреплять. Поэтому я не могу разойтись. Многие огорчились, что Анатолий Шляхов разочаровал своими роликами. Информация специфическая. Там надо просто правильно ее воспринимать. Там надо отдельный ролик сделать. Как правильно надо слушать дядю Толю. Значит, ну в мире, допустим, две создали, это два концлагеря США и Россия. Кстати, уважаемые жители территории России. Непорядок. Название страны пишется. Ну вы считаете, что это страна с грамматической ошибкой. Во-первых, почему она пишется через О? Это непонятно, это абсурд. И еще и с двумя С. Как правильно писать Россия? Я зачитаю вам небольшой отрывок. Предположительно, данная письменность относится к протославянскому языку. Хотя я буду удивлен, что если из 24 славянских языков, которые сейчас существуют, это принадлежит какому-то конкретно языку. Вот приблизительно как 200 лет назад общались наши предки и писали. Это очень важно. Вы понимаете, что многие говорят там, ничего страшного, что там язык меняется. Страшно. Это как у вас в компьютере. Вирус залез. Ничего страшного, что вирус вам меняет там файлы и не дает нормально системе работать. То же самое и язык. Это программа. Она изменена. Давайте вместе с вами прочитаем. Резкий весь бог. Вышвима и дима. Измени Россией. Энже опец и мой дом. Идецис. Лепиен измень. Икатезин далечим. Додолузем. Поезжаю. Тоце верно, верно, ес. Какое. Иней царь роды. Ну, трудом мы как бы немножко приблизительно на глаз можем разобрать. Особенно если не на слух, а визуально текст прочитать, то можно разобрать немножко, небольшое количество моментов. Ну, давайте в современном варианте, как я называю советский язык, обижайтесь, не обижайтесь, соседи наши и товарищи по несчастью. Ну, не могу я, понимаете, я бы еще больше бы, но те, кто меня слушает, прекрасно знают, как я отношусь к современной политике. Я мог бы тоже эту правду матку рубить бы и насчет той территории, где я проживаю, но сколько я буду вещать, если перейду на этот уровень. Я и так, если кто изучал мои ролики, я и так очень крепко некоторые моменты затрагивал. Так, так что у нас звучит в оригинале, точнее, в более понятном нам языку. Ну, даже если видите на понятном нам языке, как бы оно звучит, то есть мы уже разобрали, все равно остается много вопросов. Потому что мы утратили очень много слов, утратили родную речь, больше полмиллиона еще 200 лет назад для общения использовалось. Удали, а сколько там, 250 тысяч слов осталось в словаре. Так, ну давайте теперь про СССР. Как я уже говорил, вот в бизнесе, допустим, создаются два магазина. Один хозяин создает на одной улице один магазин покемон, другой шебион. Ну, это я от вольного назвал. И в идеале, чтобы работники магазина не знали, что это принадлежит одному хозяину. И эти два магазина между собой соревнуются. Я как-то лет 15 назад тоже работал в подобном магазине. И так грустно улыбался, что основной персонал этого магазина искренне верил, что надо опередить, больше продать, больше сделать. Ну, а те в очередь свою соревновались с этим же магазином. Хотя хозяин один. То же самое и у всех стран. Хозяин один. Ну, сейчас два форварда. Это так называемая США, Россия. То есть, одним внушают, что они враги, другим. Вот. Ну, постоянно, в общем, создаются две группировки. Так вот, смотрите. 70 лет назад, история повторяется. Тоже создали две группировки. В так называемом Советском Союзе был вариант СССР, да. И на территории тогдашней Германии было строительство СССР. Разница была немножко в словах. В Германии была как там национальная, нацистская. Ну, а в СССР типа народная, да. Сейчас я терминологию не помню, просто очень долго, чтобы не терять времени лезть в интернет и искать настоящие названия. Но смысл того, что это была, грубо говоря, одна страна СССР и Германия, на которой создавались определенные законы, символы одинаковые. То есть, и в Германии, и в СССР была одинаковая символика, одинаковый своего рода устав. Вот. Ну, а потом две, так сказать, команды стравили между друг другом. Хотя до определенного времени они были в одной связке. По вот этим уцелевшим изображениям можно увидеть, как выглядели знаки в тот период Германии. Серп, молот, фастический символ. Также, видите, присутствовали на германских изделиях. Точно так же и в Советском Союзе использовалась свастика. Как и на деньгах, так и на наградных значках и так далее. Поэтому спустя 70 лет создаются опять два СССР. Я не помню аббревиатуру Александра Шмидта, там тоже что-то расшифровывается как-то по-другому. И есть вот у Тараскина. Ну, это нарицательно Тараскин. Понятно, что человек. Удивительно, назвался я президентом СССР, он уже бы назвал бы генеральным секретарем. Ну, что, лучше царем. Ну, что, нормально. Тараскин царь. Не путайте с Тарасовым. Сергей Тарасов и Сергей Тараскин два абсолютно разных человека. Естественно, Сережа, привет. Ты будешь этот ролик изучать. Привет, что случилось? Я не знаю, я ролик пишу. Он, наверное, убежал. Вот видите, сбились мысли. Самое мужество в любом человеке, это признать ошибки. Вот я вот, допустим, чтобы к этому всему прийти, я мысленно осознал много своих проступков, которые, как и любой человек в жизни, совершал. Ну, на фоне классического жанра моей проступки, это детский лепет. Дело в том, что чем человек светлее, тем наказание ему больше идет за один и тот же поступок. Допустим, негодяй совершил этот поступок и светлый человек. Так вот, светлому в тысячу раз будет больше наказания, потому что это не его формат. Поэтому искренне, глубоко, душевно раскаяться в неправильных шагах. Это уже путь к восхождению. Осознать, в первую очередь, надо, потому что люди не любят признавать, что они неправы. Вот. Поэтому на самом верху СССРом Тараскина и СССРом Шмидта курируют одни и те же люди. И заметьте, территория выбрана, опять же, та же самая. То есть Шмидт находится в Германии и создает свой СССР, а Тараскин находится в России и создает тоже СССР. То есть те, кто наверху, они просто будут смотреть, как эти между собой будут собачиться. Да, мы уже видим, ну, скажем так, выпады того же Александра Шмидта, который говорит, что этот СССР фигня. А те будут говорить, в свою очередь, что тот СССР фигня. А в итоге привлечение внимания. Не хотел приводить этот пример, но приведу. Когда-то смотрел много лет назад Чехословацкий, по-моему, фильм, когда в один маленький чешский городок приехал американец. Он назвал себя миллиардером и сказал, что, мол, будет рекламировать тут жевательную резину. Нашел двух помощников, тинейджера и мужчину. И вот, как бы, их курировал сверху. Одному сказал, что если классно прорекламируешь жвачку, то заберу в Америку и будешь королем. И второму сказал, заберу в Америку и будешь нашим королем. В итоге он достиг цели. Один поперед другого старался, а в итоге он выиграл. А то, что в этом городе начали покупать жевательную резину. Потому что они между собой конкурировали, сражались, да, воевали. Вот. Ну, по финалу фильма тинейджер умудрился этого, в кавычках, миллионера прижать. И выяснилось, что этот никакой не миллионер. И он самого наняли, чтобы он приехал в Европу и устроил рекламную кампанию, чтобы жвачка хорошо продавалась. Поэтому и все хорошо у него вышло. То есть, цель была достигнута. То же самое и с СССРами. То есть, на самом верху любой человек должен понимать, что и СССР Александра Шмидта в Германии, и СССР в России Тараскина курируют одни и те же люди. По классическому образцу. Создано две враждующие группировки, и цель будет достигнута. Там у меня спрашивали за 20-й год, вот он от Алены, уважаемая Полынь, так и не добился, можно ли выкладывать ее ролик на своем канале или нет. Надеюсь, это ей передадут. Ну, я сделал монтаж ее ролика, чтобы и зрители моего канала услышали ту информацию, которую она сообщает. Но без ее разрешения почему-то у меня нет желания ее ролик выкладывать. Ну, я сделал короткометражную версию, там, в Одноклассниках прочитал. Зачем вы вырезали то, что Алена говорила про горы? Это настораживает. Ну, ничего себе. И сколько там, из двух часов я оставил 25 минут, это не насторожило. А то, что в кадр горы не попали, это катастрофа. Для многих уже предельно все ясно, что горы это все искусственное. Есть же шикарный, и ни один ролик по этому поводу где-то все рассказывается. Вот. Ну, как бы вот так вот, подведя итог Советским Союзом, как бы это грустно не звучало, что все, кто принимают участие в создании Советского Союза, работают на мировое правительство. Ну, тут и ежу понятно, что это все под эгидой наших захватчиков. Ну, кто бы дал бы, сколько они там воду в ступе толкут российские из СССР. Максимум, что они могут над этими, над полицейскими издеваться и говорить, мы из СССР. Так я вообще вам скажу, а вы говорите, уважаемые слушатели и зрители, что это наша сота, и кому не нравится, можете мандрувать в соседние ячейки. И пускай уже думают. А то, что там законы, они будут вам рассказывать, а вы по канонам живете. А законы-то мы знаем, это гэ, а каноны-то свет. Что значит законы? Понятно, что, как говорится, это так, сотрясание воздуха. Единственный способ, я же говорю, распространять знания о сотовом мироустройстве. Все. Если большое количество людей осознает и примет истинную модель нашей Земли, то очень тяжело будет нами манипулировать. Ведь, знаете, у них же шутеных тоже такие же приколы. Они вот иногда не могут вот так вот взять, вот просто всех уничтожить. Там очень много нюансов. Надо, чтобы мы добровольно себя уничтожали. Не хочу по сто раз доказывать, что это так и есть. Что два СССРа созданы одними и те же сущностями, захватчиками нашей соты, для своих целей. Поэтому, Сережа Тарасов, завязывай с этим грязным делом. Мудрые люди тебя не поймут. Не стоит работать на тех, против кого ты воевал в эти годы. Ну и хотелось бы про места силы затронуть. Там особо в двух словах можно сказать, если все станет понятно. А про химтрейлы я, скорее всего, заготовку, которую давно писал, прикреплю. Переслушаю заново, что там говорится. Наверное, в чистом виде выложу, как там оно все писалось. Там даже, может, дату оставлю, потому что она была записана. Заготовка шесть дней назад. Чтобы вас сильно не смущало, это шесть дней назад была заготовка. Когда-то будет звучать другая. Так, ну, в одноклассниках мне попался на глаза вопрос про места силы. И что меня приятно улыбнуло. Девушка, которая задавала вопрос мне, под вопросом тут же оставила ответ. То есть, я прикреплю сейчас скриншот, который вы увидите. Уважаемая, по-моему, Ирина задавала вопрос, что означает места силы. И внизу фотографию. Ну вот. Хорошо заданный вопрос имеет 98% ответа. Значит, места силы многофункциональны. Самые основные их задачи у наших предков, это было первое. Это телефон. То есть, к примеру, в полдень на одной стороне соты, где-то там далеко, в этот круг заходил один человек, а на другой соты, на другой стороне соты, другой человек. И они общались между собой телепатически на расстоянии. Ну, второе, это опять же, очень удобное место для подключения к информационному полю. Ну, и попутно, если правильно все знать, можно в местах силы скачивать информацию и излечиваться от всевозможных недугов, заболеваний. Ну, наглядно видно, что место силы это точная копия нашего мозга. Своего рода, как в резетку вилка, коннектится. Точно так же и мы, когда заходим в место силы, наш мозг начинает включаться в полную силу. Техники, конечно, нужно изучать. Так просто понятно, что невозможно зайти в место силы и поговорить с собеседником через много километров. И так просто невозможно законнектиться к информационному полю. Вот, поэтому места силы это телефон, подключение к информационному полю, излечение от недугов. Ну, и еще, скорее всего, какие-то функции они выполняют. Но не телепортацию. Я не уверен, что с помощью этих камушков, как там есть предположение, можно телепортироваться в другую соту. Максимум, что можно с помощью этих кругов увидеть параллельную реальность, это, скорее всего, да, своего рода портал не на физическом уровне, а на ментальном. Параллельные вселенные. Как я уже неоднократно говорил, что даже в нашей соте находятся миллионы сот, где происходят миллионы разных альтернативных реальностей. Многие люди зададутся вопросом, почему ролик называется «Эффект Котлярова», а про это ни слова не было сказано. Так вот, в этом «Эффект Котлярова» и есть. Даже вот сегодня меня приятно улыбнуло, что Сергей Тарасов в своем ролике сказал, что это не моя заслуга в «Эффекте Манделы», чем подтвердил, что как раз так, что моя. Если мы сможем переписать память в население фальшивыми воспоминаниями, к сожалению, будущее будет в большинстве своем сфабрикованным. Есть один человек, и мы не уверены, как именно, но он каким-то образом вызвал этот открывающий эффект. Мы пытаемся его найти, но пока он прячется. Этот человек разорвал покров. Этот человек разорвал покров. И есть опасение, что вся система упадет, если мы не остановим этот процесс в следующие пару лет. Сразу хочу сказать, Котляров, это не ты. И не надо делать по этому поводу ролики. Хорошо? Хорошо. Сергей Тарасов в своем ролике сказал, что это не моя заслуга в «Эффекте Манделы». Чем подтвердил, что как раз так, что моя. То есть, если бы я еще недавно сомневался, что, может быть, как бы я заблуждаюсь, то когда Сергей сказал, что это не моя заслуга 25 апреля с «Эффектом Манделы», это он уже поставил большую жирную точку, что я очередной раз оказался прав. Ну, многие опять задутся вопросом, как же, он же сказал же нет, а ты говоришь да. Ты нас пытаешься обмешурить, объегорить. Я не буду правописные истины разжевывать. Тут все предельно ясно. Если в двух словах я бы к этому не был бы причастен, то бы, как говорится, не говорят о том, чего нет. А раз, уважаемый Сережа Тарасов сказал, упомянул обо мне, и там много комментариев пошло там, люди радуются, котляров, котляров, там что-то вы смеют, но вы же все равно же меня пишете котляров. Вот вас никто не пишет, а меня будут писать. Не важно там, смеяться, не смеяться, важно, что вы пишете котляров. А вселенная всегда говорит да. Вы написали котляров в комментарии? Все. Вселенная сказала да, котляров. Поэтому и Сережа Тарасов, когда сказал, что котляров, эффект Манделы, вселенная сказала да, котляров это эффект Манделы. Ну а более серьезнее, не должна была сотовая земля быть озвучена. Произошел эффект Манделы. Сотовая земля должна была быть озвучена, на самом деле, людьми, которые вот только-только появились на свет. Вчера, сегодня, завтра, где-то через 30 лет они должны были бы озвучить, что земля сотовая, через 40 лет. А я раньше времени ее озвучил. Но видно, те, кто дали добро, они сделали правильные исчисления и замеры, и поняли, что даже в данной ситуации можно было это делать, судя по тому, что уже тысячи людей абсолютно без каких-либо доказательств прекрасно знают, что земля сотовая. Приходит огромное количество писем с формулировкой. Вячеслав, спасибо, мы всегда это знали, но почему-то забыли. Уже достаточно, вот будет 10 тысяч человек знать истинную модель нашего мира, уже достаточно. Да, там спросили за 20-й год. Ой, знаете, как захотим, так оно и будет. Если мы прошлое можем менять, грубо говоря, что нам стоит изменить будущее? Да, оно уже изменено. Просто люди с аналитическим складом мап, представьте на секундочке, что сотовая модель не была озвучена. Уважаемый Юра Тимовский в одном из роликов сказал, что я не первый. Да я, наоборот, рад бы найти подтверждение, что я не первый, мне так удобнее, потому что мне говорят, это моя фантазия, а я панический, ну не панический, а с энтузиазмом ищу подтверждение, что это истинное положение вещей. И вот Юра в одном из роликов сказал, что американцы были первые. Так покажите мне, где американцы были первые. Американцы на Луне были первые. Какие американцы, Юрий, уважаемый, замечательные исследователи. Никакие американцы не первые. Первые только могут быть славяно-язычные. А если покажете реально, что есть где-то на англо-ресурсах и на других ресурсах, что раньше, 25 апреля, было рассказано четко, что земля в миллиарды раз больше, что земля идет слоями, на каждом слое есть земли, что над каждой ячейкой есть купол, и внизу купол, в котором киты и черепахи. Да и вообще, понимаете, мне говорят, запатентуй. Что патентовать детально про сотовую модель, никто не сможет рассказать в моем понимании. Человек запатентует сотовая земля. А к нему спрашивают, ну расскажи, как оно там все выглядит, что такое солнце. А он бэ-мэ, шмэ-мэ. Ведь в моем случае там, как вышло, я ж могу детали озвучивать. Да и как выясняется, не только детали. Вот эти ролики, которые я снимаю, постоянно раскрывают тайны. Это важно подчеркнуть то, что человек, который в моем лице озвучит эту информацию, не просто там брякнул земля сотовая, а еще имеет способность раскрывать те тайны, которые до него вообще не были раскрыты. Так вот, если собрать коллекцию, сколько я уже тайн открыл, люди задавались вопросами на протяжении, допустим, 50 лет. Помимо сотовой земли, уже даже если ее в сторону отложить, уже большой багаж познавательный и интересный. Ну, дальше пойдет, скорее всего, заготовка. Да, я там же ж буду говорить. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове 5 часов 3 минут, 10-10 2016 года. Данный ролик, по всей видимости, будет цикл «Доверительная беседа», потому что особо к нему я не готовился. Ну, пару-тройку вопросов хотелось бы все же осветить. Сейчас в последнее время вдруг возник в ВКонтакте самые задаваемые вопросы про круги на полях. Пока я не забыл, пожалуйста, по возможности, в Одноклассники не пишите мне сообщения. Я их, может быть, когда-нибудь прочитаю, но в основной упор я делаю на ВКонтакте. Ну, не знаю почему, но в процентном соотношении ВКонтакте мне пишут, как правило, в 3-4 раза больше. Ну и само оформление сайта мне, скажем так, более приятнее. Оранжевый цвет почему-то мне не очень симпатичен, а тона ВКонтакте более восприимчивы мной. Значит, круги на полях. Я как-то в одном из роликов говорил, что это такое. Ну, давайте, как бы, закрепим. Значит, уже ранее мной сообщалось, что наша сота оккупирована четырьмя разными враждебными расами. Но в том числе есть две светлые. Так вот эти две светлые, они по возможности на своем уровне пытаются хоть как-то нас обезопасить. Если бы они этим не занимались, мы бы уже давно погибли. Кстати, пока не забыл про вот этот метеорит. Вот еще раз хочу вспомнить, Челябинский. Помните, там были разоблачители, которые сказали, что это грязь на стекле была, не летающая тарелка. То есть у нас вот так вот получается. У нас только вот мозг опять же устроен. То есть либо грязь, либо летающая тарелка. А допустить, что и грязь на лобовом стекле, и летающая тарелка, где-то, которая не попала в кадр, мы не можем. Так вот, я вам сейчас продемонстрирую ролик, в котором наглядно видно, как летающая тарелка делает добрые дела. На борту находятся наши светлые иерархи. В данном случае они перекодируют, скажем так, химтрейловую полосу. То есть у них технологии настолько серьезные, что они себе могут это позволить. Но есть предположение, что уважаемый Анатолий Анатольевич Шляхов говорит, что там два варианта. Либо помогают, либо проверяют качество работы. Кстати, пока не забыл про дядю Толю, он грустную историю рассказывал, как он зашел в магазин, и ужасный недух его схватил. Он предполагает, что его просто просквозило. На самом деле, дядя Толя, вас не просквозило. Те женщины, которые находились в магазине, они вас просто сглазили. Вы на тот момент были в отличной форме, такой поджары, скажем так, накачаны, стройные, изящные, да? Вот, и они посмотрели на вас черным глазом, и они вас просто сглазили. Вообще, в некоторых случаях, не всегда получается на физическом уровне лечить. Как я уже говорил, знахари лечили на трех уровнях. Физически, духовно и энергетически. Ну, как-то так. Вот, поэтому в данном ролике, на самом деле, тарелка переходирует химтрейл. Собственно, как и ситуация с кругами на полях. Дело в том, что, ну, вы знаете, я когда грустно так улыбаюсь, когда люди пытаются расшифровать какие-то круги, ну, что-то вроде пикник на обочине, да? И шел человек по лесу, оставил своей подошвой в земле сырой вмятины, и пошел дальше. А муравьи прибежали, увидели след от его протекторов, да? Вот, и начали разбирать, что же это такое за нам тайное послание. Вот, приблизительно тоже с кругами на полях. Ну, приблизительно. Дело в том, что, так как нас постоянно травят, и генно-модифицированные продукты создают в серьезных объемах, то возьмем, к примеру, пшеницу. Ее, значит так, в лабораториях вырастили ужасной, чтобы она нас убивала. И выращивают эту пшеницу на поле. Ну, прилетает тарелка, и с помощью своих технологий она просто, это гемио, перекодирует, ну, в относительно более удобный продукт, который не сильно нас убьет. То же самое с химтрейлами. Нас бы уже давно бы отравили, если бы тарелки не летали. Челябинский метеорит бы, в кавычках метеорит, давно бы достиг бы своей цели, если бы его летающие тарелки не били, не избили. Ну, для некоторых, видите, на лобовом стекле кусочек грязи. А допустить, что и кусочек грязи, и летающая тарелка, ну, мы никак не получаем. Ну, вы в данном ролике видите. Далеко не кусочек грязи на лобовом стекле. Грустно поймался я недавно на мысли, скажем так, очень восхищалась тем, что на постсоветском пространстве самое, что было сильно, это космос и балет. Во как! Ну, видите, с космосом уже оказия вышла, то есть гордиться нечем, но, а балет, извините меня, за бестактность, он принадлежит богоизбранным. То есть балети только богоизбранные. И у них, скажем так, своя территория. И к достижениям Советского Союза, несмотря на то, что они проживали на этой территории, опять же, не имеет никакого отношения. Поэтому, все достижения Советского Союза, у нас космос и балет, самые лучшие в мире, отменяют. На самом деле, самое уникальное достижение у нас, это наши мозги славянские. Это талантливейшие инженеры, уникальные писатели, непревзойденные художники и так далее. Мы и головастые, и рукоделы. У нас каждый второй кулибин, у каждого второго золотые руки. Кто-то скажет, нет, ты ошибаешься. А я не ошибаюсь. Если цветок посадить в благоприятную почву, он будет расти и радовать всех своим запахом и красотой. У нас пересадили в горшки, в которых находится ГМО, отравленная, так сказать, почва. Естественно, мы не можем развиваться. Грустно все наблюдать со стороны, конечно, за происходящим. Ну, видите, такое выносит тя. А еще мне, да, говорят, почему я попадаю на уважаемого Юрия Степановича Рыбникова. Да нет, может это прозвучит, используя такой термин по-детски, но я первый не начинал. Есть ролики, где уважаемый Юрий Степанович говорит, что я работаю за деньги, там, на мировое правительство, которое мне платит, чтобы дурить людям мозги. Ну, многие из вас знают прекрасно, что это абсолютно не так. Вот, поэтому я, когда услышал о себе, ну, скажем так, какую любому человеку, ну, мне стало обидно, это, Рыбников, это не мужчина. Он не сможет ответить за свои слова. То есть, он сделал, это, знаете, так называется, предъява, да? То есть, он открыто сказал, что я работаю на мировое правительство. Свою догму, свою истину я озвучаю для того, чтобы заработать денег и ввести людей в заблуждение. Это бессовестный человек, и пускай люди, которые уважают Юрия Степановича на меня обижаются, но, вы знаете, мужчины так себя не ведут. Это не мужчина, который там обвинил человека, скажем, для меня в страшных грехах. Получается, с его точки зрения, я за деньги вам, вас обманываю. А для меня это неприемлемо. У меня очень сильно, ну, как и у вас, развито чувство справедливости. Я не могу мириться с тем, что происходит в нашем мире. Для меня это, как говорится, пускай это прозвучит банально, чужая боль, я ее воспринимаю как свою. Да, это так, я не преувеличиваю. Вот, поэтому, те, кто на меня обижается за Юрия Степановича, знайте, есть ролики, где он меня обвиняет в том, что я за деньги обманываю людей. Ну, потом я, естественно, снял шуточный ролик, ну, помните, перемонтировал его беседу. Вот, кстати, Денис Кокоманков и парень Североруси, они Юрия Степановича подговаривали, чтобы он тоже написал жалобу на мой канал, ну, тогда бы его вообще убить. То есть, парень Североруси убил мой первый канал, Денис Кокоманков, вот это у него есть ДКД, интересно, вот, и они подговаривали Юрия Степановича, ну, он отказался, ну, хоть за это спасибо. Ладно, там, взял, обвинил во всех смертных грехах, но не убил канал. А эти два человека, они убили канал, убили знания, люди определенные не получили знания, вот, не получившие знания, скажем так, это домино. То есть, эти двое причастны к тому, что гибнут люди, гибнут дети. Ведь знания, они же помогают выживать. Да, кто-то скажет, вот, закрутил, ничего подобного. Не закрутил, это алгоритм событий. Так оно есть, было и будет. Эффект бабочки, в какой-то мере. Только, не в том плане, что, там, полететь в прошлое, а даже в настоящем, сдвинуть камушек не в ту сторону, и уже ход событий пойдет по-другому. Я очень рад, что вы меня слышали, слушали. Благодарю вас, дорогие, уважаемые слушатели и зрители, за ваше внимание ко мне, за вашу поддержку в чате, в комментариях. Знаете, я вот так поймался на мысли, если бы каждый человек бы просто написал бы спасибо. Я иногда на ролик трачу сутки, иногда недели. А человеку просто зайти посмотреть мой ролик и написать просто спасибо, или благодарю, или может что-то еще. Потратьте две секунды. Это же примечательный был случай, когда случайный человек попал на мой канал и посмотрел ролик, он не понял, что к чему. Он там написал, что за стек, что это за маразм. А когда почитал комментарии, где спасибо, спасибо, слава, благодарим, он удалил свой комментарий. Так давайте вместе троллей гонять. Они просто убегут с моего канала, когда увидят несколько сотен тысяч спасибо. Хотя, скорее всего, этого не будет. Ну, еще раз до свидания, всего доброго, буду создавать новые ролики. Спасибо вам большое. Быть добры. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok